Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами садить удивительные цветы, которые мне очень безумно нравятся. Это фиалка, или анюта негласка, или виола. Ее называют по-разному. Один сорт это рококо, махровая. А второй сорт это карамель, итальянские гибриды. Вот у меня есть две таких красивых пачечки. Я уже подготовила для них землю, пластиковые пищевые контейнеры. Земля это для сын поли фиалок, моя любимая земляная смесь, плюс перлит. Все это я смешала, и теперь у нас есть готовая земля для того, чтобы садить наши семена. Итак, мы разрезаем нашу пачку. Посмотрим, что у нее в середине. В середине у нас еще пакетики, это прекрасно. Его мы тоже разрезаем. Пока что я расскажу, что такое у нас серия итальянских гибридов карамель. Это удивительно красивые оттенки цветов. Цветы у нас в ширину достаточно крупные, до 4 см. Очень жизнестойкие, гибриды неприхотливы и цветут обильно. Вот смотрим, сколько у нас в пачке получилось семян. Ну, что я хочу сказать. Семян получилось у нас немного, немного, примерно штучек 10. Ну, нам хватит. Нам хватит, потому что я их не развожу в коммерческих масштабах. Мне вполне для своего садика достаточно, тем более, что я сажу ни одну пачку, ни одну серию. Дальше я еще буду садить фиалки, и об этом мы с вами поговорим. Вот у нас примерно 10 семян, да? Примерно 10 семян, два из которых я уже вижу, что они немножко, немножко не взойдут. Так, землю я слегка увлажнила. Вот у меня такой пульверизатор увлажнила водой с марганцовкой. Я всегда так делаю для того, чтобы на всякий случай продезинфицировать землю. Итак, как мы будем садить? Садить я просто вот так, на поверхности земли. По одному семечку, не рядочком, потому что у меня мало семян, у меня их 10 штучек. Так, емкость для них достаточно большая, предостаточно им там будет места. Так, все-все высыпала. Вот они у нас видны. Вот они у нас видны. Вот они наши красавцы. Вот, вот, достаточное место будет для прорастания. Так, что мы дальше делаем? Дальше я слегка, вот, беру чайную ложечку и слегка притрушиваю наши семена землей. Буквально 0,5 мм. Вот так вот, аккуратненько притрушиваю. Все, им достаточно. Увлажняю, еще раз говорю, у меня водичка с марганцовкой. Увлажняю все это из пульверизатора. Вот так вот. Вот так вот. Так, и накрываю свой контейнер пластиковой крышечкой. Теперь смотрите. Фиалки, анютные глазки, они вполне в себе всходят нормально в темноте. Поэтому я их ставлю в теплое и темное место. Вот, вложу сверху свой пакетик. Понимаю, что это у меня здесь посажена виола карамель. Вот, и где-то на пятый-седьмой день в темноте мы увидим первые всходы. Тогда, конечно, мы их выносим и ставим на подоконник. Так, теперь у нас осталась фиалка виола рококо. Тоже фирма, другая. Фирма другая. Заодно мы проверим, как, где, что всходит. Тоже пакетик интересный. Видите, как интересный пакетик. Заодно я вам расскажу так, что такое сорт рококо. Здесь я сейчас чувствую больше фиалочек насыпано. Сорт рококо это обильно цветущие фиалки с крупными соцветиями до 6 см. То есть соцветия больше, чем у карамели, сантиметра на 2 см. К характерным чертам именно этой фиалки относится то, что в высоту кустик достигает 15-20 см. О, здесь намного выше семян. Наверное, я так сразу все и не посажу. Мне так много не надо. Так, отличается фиалка рококо неприхотливостью. Фиалка рококо прекрасно переносит зиму. Выращивается как одно или двухлетнее растение. Ну, мы попробуем как одно. Можно легко пересаживать в цветущем состоянии. Да, все виолы прекрасно пересаживаются в цветущем состоянии. Ну и период цветения, конечно, с начала лета и до поздней осени. Итак, вот у нас наша земля. Наша земля покупная для 7 полей плюс перлит. Я себе отсыпаю чуть-чуть. Много мне не... Ух ты, не получилось чуть-чуть. Много мне не надо. И вот мы сейчас таким же образом... Я просто рассыпаю фиалочки, наши семена фиалочек, по своему контейнеру. Все, рассыпала. Теперь точно так же присыпаем сухой смесью сверху земли. 1 миль... ой, 0,5 сантиметра. 0,5 сантиметра. Вот мы сейчас аккуратненько все присыпем. Все присыпем. Все, я думаю, что есть у нас здесь 0,5 сантиметра. И еще раз из пульверизатора водичкой хорошо смочим. Хорошо смочим. Вижу, какое-то одно семечко не присыпалось. Присыпалось, ничего страшного. Сейчас мы его поправим зубочисткой. Вот так вот. Даже если пару семян осталось на поверхности, ничего страшного. Они прорастут, корешки удует в землю. Так, накрываем. Накрываем нашей крышечкой наш контейнер. Отмечаем, что это фиалка. Рококо. Вот. И ставим в темное место для проращивания. В теплое, темное место. Сходы появляются через 5-7 дней. Посмотрим, как нам повезет. Я вам обязательно все покажу. Что проклюнулось. Сколько. Поэтому оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам, дорогие друзья. За то, что вы здесь. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok